Всем привет! Это подкаст Слеза Комсомолки, я Яна, сейчас сюда еще подключится Оля. Мы вещаем из своих домов, не нарушаем режим самоизоляции, но решили, что нам это не должно помешать записать выпуск, посвященный военной литературе, современной, который будет весьма актуален 9 мая. Вот, пользуясь случаем, поздравляем всех ветеранов с праздником и всех причастных с Днем Победы. Вот, и сейчас начнем свой разговор, так что присоединяйтесь. В смысле к просмотру, к разговору не присоединяйтесь, мы там одни. Самоизоляция же ж все-таки. Основное время я буду смотреть туда, так что уж извиняйте. Здравствуйте! Кто там живой? Вот, у меня включен внешний носитель. Ура, ты так официально. Дамы и господа, у меня подключен внешний носитель. Я обещаю из Соснового Бора. Я была бы, да, неплохим президентом, думаю. Смешно. Все, поехали. В общем, привет. Меня зовут Оля. И я тоже вещаю из навека. Надеюсь, у нас не будет никаких проблем со звуком. Если будет, ну, не серчайте. Вот, и вещаю я из Соснового Бора, после чего планирую прославить этот маленький скромный городок на всю Россию нашим прекрасным подкастом. Правильно. Так держать. Вот. Но я уже немножко рассказала, но можем опять еще раз немножко рассказать, что мы сегодня собрались поговорить о теме военной литературы и в честь 9 мая делаем этот выпуск. Правильно, Витя? Правильно. Вот. И мне кажется, что у нас совершенно потрясающий выпал момент в истории, конечно, не из-за коронавируса и не из-за того, что мы вынуждены сидеть дома, а именно из-за того, что в этом году у нас не будет привычного парада, и мы можем провести этот день, как мне представляется, что ли, ну, просто по-другому, без вот всей этой милитаристской атрибутики, но между тем попробовать действительно вспоминать какие-то важные вещи, которые случались в нашей истории, может быть, общаться с какими-то своими пожилыми родственниками, если они еще остались, если вы не самоизолировались вместе с ними, то хотя бы там им позвонить, может быть, что-то поспрашивать, поговорить. Это в любом случае будет приятно и здорово. Ну, кстати, в параде можно будет принимать участие онлайн, опять-таки, вот, если кто-то очень сильно жаждет посмотреть салюты и как летают самолеты и ходят танки, то все это будет доступно, как бы, в интернете. Ты не знала? Уже, по-моему, 2 миллиона человек туда зарегистрировались, Оля. Нет, друзья, то есть все будут сидеть дома, а танки, они все равно будут ездить. А танки будут грохотать на поле, да. В общем, все, видимо, не так прекрасно, как я сейчас представила в картинке, да. Интересно, да, что от милитаристской атрибутики мы, видимо, не можем отказаться. Как мне кажется, смотреть салют онлайн – это не самое плохое развлечение, а смотреть на танки и всячески радоваться и кидаться странными словами по типу «можно повторить» – это уже совершенно другая история, и она, конечно, более неприятная, чем любая символика, которая окружает 9 мая. Ну, то есть, да, больше, наверное, символика. В принципе, танки какое-то отношение имеют. Мне кажется, что какой-нибудь урок, не знаю, истории или там какие-то более, скажем, мирного формата, что ли, развлечения, чем там танки, пушки и все вот это вот на показ, наверное, действовали бы как-то более, что ли, в таком антивоенном режиме, что ли. Ну, как бы меня, например, тоже всегда смущали все эти огромные парады с техникой. Как бы к чему? Зачем? Показать, что еще раз так можно, если вдруг что? Ну, как бы не самое, наверное… Как до конца, можно просто собраться всей семьей и посмотреть какой-нибудь советский военный фильм. Мы, конечно, сегодня все-таки будем говорить скорее о современной литературе, ну, просто потому что, как мне представляется, об этом мало говорят. Мы же все более-менее знаем какие-то советские фильмы, советские произведения посвоенные, вот, а современной литературой, ну, так дело, обстоит менее популярно. Может быть, еще, как бы советские, ой, господи, советские авторы, наверное, тема популярна, и, в принципе, почему мы о них знаем, потому что, во-первых, в школе преподают хоть немного, но в военную литературу затрагивают, там, и стихи, и какой-то, и прозу тоже в том числе, ну, и плюс, наверное, как бы, может быть, из-за того, что после войны люди, как бы, для них все это было свежо, остро, и они, в общем-то, писали свои воспоминания прямые, то есть, и поэтому, как бы, военная литература того времени, ну, логично, что она появлялась. То, что сейчас поколение не очень интересуется этой темой, в принципе, тоже довольно-таки, наверное, логично, потому что есть более, может быть, свежие какие-то проблемы, вот, тем не менее, наверное, такая тенденция, нельзя сказать, что мировая, то есть, если в культуре, там, Европы, допустим, ну, нормально, история, когда, там, снимают фильмы на тему, там, не знаю, и, ну, и в военного времени переосмысливают как-то и нацизм со всех сторон, там, со сторон, там, евреев и немцев, кого хочешь, вот, у нас как-то до сих пор существует какая-то парадигма разговора об этом в каком-то патриотическом очень контексте, то есть, люди, если что-то появляется, то обязательно с той стороны, что вот какое-то есть зло, которое воплотилось в фашизме, да, и есть наши люди, которые, ну, благодаря своим каким-то духовным вот скрепам, духовной широте, да, смогли там преодолеть... Великому русскому духу, конечно же. Смогли все преодолеть, все выстоять, а, как бы, ну, реальной точки зрения, как мне кажется, очень мало на эти вещи, хотя я думаю, что, ну, не думаю 100% уверена даже, что там всякий трэш происходил и творился, и как бы вот даже в такой чуть-чуть, скажем, не патриотическом смысле об этом говорить, мне кажется, даже опасно в какой-то степени, потому что можно очень легко, ну, могут тебя с тракизмом за это как-то сильно, ну, короче, осудить за это все дело, вот. Ну да, то есть есть какая-то генеральная линия, где мы, ну, может быть, затрагиваем исторические события, где, ну, у нас происходит некое тоже создание, ну, может быть, называют архетипами, да, где есть там смелые герои, это русский воин, русский солдат, и есть там фашистский враг, нацистский враг. Вот, мы все помним про вот этого вот мальчика, который выступал на конференции, и как-то сказал, ну, на самом деле, конечно же, здравую мысль о том, что немецкие солдаты тоже не все хотели идти в бой, и, собственно, страдали, вот, и его подвергли тому самому астракизму, вот, хотя удивительное дело. Хотя из личных историй, там, вот, поспрашивать, там, моих бабушек, прабабушек, да, то есть у нас, как бы, ну, в семье в той же ходят какие-то из поколения в поколение истории, как, там, в войну какие-то немцы пришли в деревню, там, к моей маленькой бабушке, и кормили детей, там, голодных, какими-то пирожками, которые у них с собой были, или конфетами, чем-то таким, и не собирались им там никого убивать, как только, не знаю, видели насиловать, и там еще всякие штуки делают, которые немцам поголовно, в общем-то, приписывают вроде как, то есть я думаю, что во многих семьях, в принципе, и такая есть история, и противоположные истории есть, когда и русские солдаты вели себя не лучшим образом со своими же людьми, вот, как бы, у нас... Ну, то есть я понимаю, что здесь страшно, там, противникам всего этого, просто страшно оправдание нацизма, и кажется, что вот если ты переступишь какую-то грань, то сразу же об объективности тоже не будет никакой речи, и что мы как-то, ну, может быть, эту боль простим, там, смиримся с ней, и, ну, и где-то поплывут там наши, вот, понятия о хорошем, плохом, вот, в принципе, когда у тебя размывается понятие добра и зла, это, наверное, довольно тяжелая история, вот, и мы тоже, наверное, конечно, не хотим в подкасте сейчас говорить о том, что, да, там, русские солдаты были не очень, нет, мы просто, мы скорее настроены даже на пацифистский лад, и хотим сказать о том, что обеим сторонам приходилось не очень, и, к сожалению, вот, максимум, что там бесит вот во всех этих историях, это то, что вот такое вот четкое разделение и генеральная линия в искусстве, она настраивает как раз-таки на вот этот победоносный лад, не знаю, голливудских фильмов, когда выезжает смелый, бравый русский солдат на танки и начинает всех крушить, а мы все прекрасно понимаем, что было не так, и что вот за этим русским солдатом, который, может быть, и существовал, у него там где-то осталась семья, дети, которые голодают, и куча разных трудностей, которые он тоже, в том числе, переживал, даже если мы там записали только один момент из его жизни. В общем, вот вся эта история, она на подсвистский лад не настраивает, и спустя огромное количество времени... И 55 лет! Да, мы все равно оказываемся вот в той ситуации, когда ты не можешь отрефиксировать войну как-то иначе, и пишут о ней малого, как сказала Яна, и когда я пыталась найти какие-то там примеры из художественной литературы, можно сказать, что в основном мы все-таки из художественной искали, но вот я с удивлением обнаружила, что, ну, очень мало, очень мало, и непонятно, с чем это связано, то ли с тем, что все-таки забытие происходит, и все-таки основные участники, они уже большей частью погибли, вот, или, ну, просто, может быть, какой-то интерес угасает к теме, хотя, казалось бы, это же наша главная скрепа, вот. Вот, и, ну, то есть, вот в чем проблема, почему по-новому не пытаются осмыслять, или даже не по-новому, но хотя бы как-то иначе, вот, совершенно непонятно. Вот, я до сих пор думаю над этим вопросом. Интерес вряд ли к ней, ну, к войне, как к состоянию такому, да, вообще, в принципе, ну, интерес к, как сказать, к каким-то там трагедиям, да, человеческим, к ним вообще он есть всегда. И мне кажется, что то, что есть ко Второй мировой войне, интерес показывают, там, не знаю, какие-то медийные проекты, там, те же игры, там, да, ну, стрелялки какие-то, в которых участвует куча людей, и, ну, в онлайне или там в каком-то формате игры готовы это проживать, и интерес к этому все равно существует. И даже если брать, там, европейскую литературу, культуру, все равно, ну, там, не каждый год, может быть, но очень часто возникают какие-то спорные, именно, книги выпускаются, именно, ну, по теме войны, то есть, если мы берем, там, фашистскую Германию, да, там, обязательно, там, найдется тот дневник Анны Франк, который, там, зазвучит очень громко, там, они, ее все будут обсуждать, девочки, которая была в концлагере, вот, то, там, напишут, ну, комикс Маус, да, где тоже такой нетрадиционной, в общем-то, позиции обрисован именно, вот, еврей, который, собственно, прожил эти все страшные дни в концлагере, рассказал об этом сыну, и сын, вот, пишет эту историю, как бы, там тоже, вроде бы, не показано, что, там, евреи белые, пушистые, да, а нацисты все, там, злые, вот, как-то, ну, непонятно, не остается однозначного мнения по этому поводу, но, тем не менее, как бы, ну, постоянно интерес все-таки к этой теме есть, вот, почему в России нету таких, скажем, супергромких каких-то книг, хотя у нас тоже, там, пережили, ну, очень много, да, с войной связанной и смертей, и, там, блокадный Ленинград, многие сравнивают тоже, в принципе, с каким-то лагерем, да, ну, в котором вынуждены оказаться были люди, вот, и, тем не менее, на эти темы не рефлексируют особо много, и, ну, если рефлексируют, может быть, это не, почему-то не захватывает большого количества людей, чтобы прямо, как бы, эти книги выходили как-то на очень широкий круг обсуждения, вот. Вот, ну, мы когда говорим, вот, о большом и малом количестве произведений, я, на самом деле, долго сидела и думала, вот, как мы вообще можем, ну, посчитать, да, то есть, мало пишут или много пишут, вот, то есть, у меня есть, там, внутреннее ощущение, что я начинаю искать произведения, и почему-то мне дается это очень сложно, их немного. Я, то есть, читаю каких-то исследователей, и исследователи пишут, что, ой, очень мало произведений, хотя тут мы, конечно, тоже можем говорить о том, что практически каждый исследователь, когда начинает писать свою научную, дипломную работу, еще какую-нибудь, он пишет, ой, такие неизученные источники, так мало всего, вот. Но, например, ради эксперимента я, да, просто попробовала, там, поискать литературу художественную тоже о Чечне, и, там, не знаю, за пять минут я, там, что-то вспомнила, что-то нагуглила, я больше десятка книг нашла. То есть, удивительное дело, но Чеченская война у нас осмысляется даже больше, чем событие, которое произошло много лет назад. Вот, но, когда я, ну, сравнивал тоже, например, с политическим кризисом 93-го года, когда, ну, расстреляли фактически Дом Советов, я там уже тоже много лет слежу за этой темой, выходит ли что-нибудь из художественной литературы, из фильмов и тому подобное. Вот, могу сказать, что выходит гораздо-гораздо меньше, чем Великое Отечественное, и мне кажется, что это как раз-таки говорит о неотрефлексированности темы, потому что, вот, мне кажется, что главная показательность того, что 93-й год не осмыслен вообще, это даже невозможность как-то его назвать, какой-то термин к нему подобрать. То есть, это когда-то считали путчем, сейчас не путчем, потом это стал политический кризис, можно называть еще конфликтом, там, ветви власти и вот всякое такое, то есть, нет какого-то понятного термина. Вот, и, наверное, нужно было чуть раньше сказать, у меня просто был еще один тезис, что, может быть, поэтому у нас появляется мало книг. Вот, кстати, да, можете нас исправлять, может быть, мы действительно что-то пропустили, что-то не знаем, вот, а книг не так уж и мало, как мы подозреваем. Вот, я думала о том, что есть же вот этот вот тезис о том, что писать стихи после Ассенса – это варварство, вот, и как вообще можно что-то говорить после того, как произошло такое зло. Вот, я думала об этом тезисе, но вот как ты, Яна, сказала, вот, почему-то, в европейской культуре появляется гораздо больше и на эту тему в том числе. Ну, просто, если сравнивать, там, допустим, с Путчем тем же, да, как бы по масштабам-то, как бы в войне участвовало очень много, большое количество людей, пострадало от нее большое количество людей, соответственно, должно быть, должен быть больший процент тех, кто это осмыслил, кто об этом писал, что-то сказал, там, снял фильмы и так далее. Чем, ну, и времени уже довольно-таки достаточно прошло, чтобы, как бы, люди, там, не знаю, пережили, сформировались, передали это, там, следующему поколению что-то из того, что пережили. Вот, а 93-й еще довольно-таки близко и все-таки, наверное, не так конкретно захватил, ну, чуть ли не каждого человека, то есть война... И, в общем, мы с Яной решили, что мало пишут. Мало пишут, но, тем не менее, пишут, мы даже что-то нашли, ура, и что-то почитали, и как-то впечатлились даже, и хотим, наверное, посоветовать тоже, и поговорить об этом, вот. Вот, ну, у меня, да, складывается такое ощущение, что все-таки война, она в последнее время начинает вызывать больше интерес, потому что, там, за последние полтора года уже вышли несколько романов, Софья Синицкая, Александра Итоева, вот, вышел совсем недавно небольшой рассказ у Ленорга Ралик, Мойра Морта Мертва, я буду о нем говорить подробнее, когда уже буду советовать что-то из короткой военной прозы, вот, и если мы говорим о Маусе, которого мы вспоминали, то у нас, как бы, тоже есть замечательный пример, у Ольги Лаврентьевой вышел графический роман с Рубиба. Да, 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 там касается, он реальных персонажей, насколько я знаю, в общем-то, ну, как-то с художественной подачей, но в основе лежат реальные события блокадного Ленинграда, вот. Так что нам тоже русской литературе есть чем похвастаться в последнее время. Мне кажется, что довольно-таки, может быть, почему возник, ну, понятно, почему возникает интерес, но, может быть, такая волна интереса к военной литературе, наверное, не последнее место, может быть, дала этому Алексеевич, которая получила Нобелевскую премию, собственно, как, ну, вообще, то, что она получила Нобелевскую премию, она на постсоветском пространстве живет, это, как бы, получила широкую огласку, и, в принципе, ну, она же пишет не художественную прозу, а документальную, да, это вызвало много споров, что стоит ли давать Нобелевскую по литературе документалисту-журналисту, вот, по идее, это, как бы, ну, пуля церковская у нее должна быть, но, тем не менее, получила она Нобелевскую и, собственно, привлекла к себе интерес, и у нее, как раз-таки, есть книгу «Войны. Не женское лицо». Вот, как мне кажется, эта книга не только о войне, сколько еще о феминизме, потому что, в общем-то, она там и начинает с какой-то статистики, когда там, значит, начали воевать в Англии, во Франции, где-то там какую-то европейскую статистику подает, и говорит, что, в общем-то, женщины там уже в военном деле, ну, не то, что преуспели, но, в общем-то, они были, имели к нему доступ. Женское же дело военное именно в России, в СССР, началось вот с приходом Второй мировой войны, и, собственно, там даже какие-то феминитивы появились на этот счет, то есть стали возникать вопросы, как звать танкиста и танкистку, вот, ну, и всякие такие вот штуки. И она, в общем, проопрашивала большое количество женщин, которые рассказали ей там свои истории личные, связанные с фронтовыми штуками, и чем эта проза хороша, тем, что, ну, может быть, почему она вызывает, опять-таки, много вопросов, потому что, вот о чем мы говорили, такого вау-патриотизма, что все хорошие на войне, там, не знаю, русские всегда, там, какой-нибудь высокодуховный человек, там, да, никаких ослабо, ну, не то, что сложностей, ну, как там, всегда он на первой, на правой стороне, всегда как-то за свет и добро, а у Алексеевича показываются обычные люди, да, которые, там, не знаю, перегрызали плоть какому-нибудь там медсестра, да, больному солдату, у которого там оторвало руку, и у нее не было подручных средств для того, чтобы там сделать перевязку, она там ему догрызала эту руку, ну, то есть, это реальные истории такие, вот, веселые показывает экран наш, что говорится, вот, и много у нее всякой жести, потому что, в принципе, не очень понятно, как без жести на войне обойтись, как мне кажется, в пулевых условиях она, ну, это, как бы, всегда есть, вот, потом интересный у нее контекст был в том, что женщины, участвующие на фронте, они когда возвращались обычными, ну, как сказать, гражданскими, наверное, да, или, ну, теми женщинами, в общем, которые не воевали, почему-то считалось, что вот они, скорее всего, на фронте не воевали, а занимались, там, какими-то, ну, короче, проституцией, вот, и очень, ну, мало того, что там, и многих из них это, как бы, не то, что даже обижало, но заставляло даже скрывать какую-то свою подноготную, то есть, они, женщины, с фронта возвращались, и не говорили о том, что они там были, что они воевали, чтобы, ну, как бы, общество уже восстанавливающее послевоенное не осуждало их, вот, и, как мне кажется, это, ну, достаточно такая, как-то, социальная интересная книга, то есть, показывает, она, ну, довольно много проблем, не только касающихся, там, трэша, ужаса, там, ран, воли, которые есть на войне, да, ну, и каких-то вот таких вот последствий, причем со стороны женщин, что мне кажется довольно необычным, потому что, опять-таки, если мы вернемся практически всей литературе, там будут герои либо мужчины, потому что, действительно, их было больше на войне, либо написано это мужчинами, ну, вот, как-то Алексей Юрьевич в этом плане хороша, потому что показывает нам, как бы, женское лицо, действительно, хотя и называется книга войны не женское лицо, но разговор в ней о женщинах, вот, что интересно. Вот после твоей речи у меня даже появилось сразу два комментария, и я даже не знаю, к какому обратиться, все-таки, к фильму «Сталинград», где у нас есть женский персонаж, который, как раз-таки, играет очень странную роль, то есть, я, на самом деле, там, отлично, там, Федор Бондарчук, он попытался, там, выразить какой-то свой сюжет, вот, можем спорить о том, насколько этот сюжет хорош или что-то в этом роде, ну, вот, ну, о танках спорить не будем, потому что все это очень глянцево и красиво выглядит, но вот там, как раз, вот эта вот женщина, да, не хотелось бы назвать ее проституткой, но она, скорее, вот, наверное, стоит в социальной категории, о которой пишет Алексеевич, что это становится проблемой для других женщин, которые действительно принимали участие в их действиях, вот, а второй, конечно, комментарий, это про уже фильм «Дылты» у Кантемира Балагова, у которого, как раз-таки, вот эта вот девушка, она признается о том, что именно этим она занималась, а иначе бы ей было не выжить, вот, и вот так вот в запале своей, наверное, все-таки какой-то внутренней ярости выражает вот матери своего возможного жениха вот все эти эмоции. То есть... Вывод тут какой-то. Долго быть вывод, но, на серьезно, как-то, видимо, даже тут рефлексия о войне подкачала, потому что это просто жизненная история, которой, вот, непонятно, как из нее сделать вывод, и мы просто должны понимать, что было и такое. Это совершенно не значит, что всех воюющих женщин нам нужно приравнивать под такой стиль поведения на войне, такую... даже не стиль поведения, а все-таки это... Ну, под такие истории, что им пришлось существовать таким образом, но, тем не менее, как-то так. И такое, ну, просто тут же можно вспомнить и о «Зоре здесь тихий», где прекрасная история рассказывается наоборот о женщинах, которые воюют и, там, защищают, и с собой жертвуют и так далее, вот. Но, как бы, ну, хотя вообще, наверное, в советском времени трудно было представить что-то такое, где бы показали, как у Бондурчука или, там, у Балагова, да, женщину именно для каких-то утех в армии, да, предназначенную, мне кажется, это просто цензура бы не пропустила, вот. То есть, да, можем, кстати, говорить о том, что рефлексия-то у нас происходит. Вот, все-таки хочу, да, сказать, что фильм «Сталинград» мне не нравится, хотя я очень тепло отношусь к попытке Федора Бондурчука туда вклинить какую-то действительно необычную историю, которая, ну, была бы действительно неприемлема в поствоенное, в советское время и так далее. Это же там, где Белоснежка, вот это вот, или просто у Бондурчука два фильма про войну, один дико какие-то одинаковые, я не помню, какой из них какой. Есть «Сталинград», есть «Девятая рота», и, по-моему, вот где-то они попадают в какой-то... А, все, все, «Сталинград», это где они сидят в доме, там же не проститутка, там же какая-то просто... Да, ну, если я, если из моей речи, если из моей речи показалось, что я называю ее проституткой, нет, это не совсем. У него история получилась же глубже, на самом деле, могла бы получиться глубже. Это история о том, как, ну, просто там человек может помочь другим людям, и вот это какой-то своей душевной теплотой, и физическое там какое-то взаимодействие, это, ну, какая-то физическое взаимодействие, это второстепенное дело, вот, но через нее, через вот это вот физическое взаимодействие она выражает свою теплоту и попытку помочь вообще этим людям, которые ее украшают, потому что она действительно ими гордится, потому что она их любит, потому что они там защищают Родину. Ага, мне кажется, это... Вот, как у Стивена Кинга, когда происходит в «Оно» какая-то совершенно удивительная сцена, один из... ...съединения душ, ну, почему-то он, да, показывает это не через единение душ, ну, как бы, ладно. Да, через единение душ. И вот у Бондарчука, мне кажется, была именно эта мысль, это удивительно и странно видеть, вот, но... Я бы его корила, но не так сильно. Понятно. Просто что еще касается Баларгова, допустим, того же, мне кажется, там тоже можно неоднозначно трактовать, и эта девушка, когда она рассказывает, что она... Вот я не поняла, она как бы якобы рассказывает... Ну, то есть, мне кажется, что она могла и выдумать эту историю. То есть, она видела, скорее всего, где-то на фронту, на фронте, господи, истории вот женщин там падших, да, ну, не знаю, можно назвать их падших. Ну, короче, там, женщин, которые едут туда именно к мужчинам, вот, и мне кажется, что могла просто выдать ее за свою, хотя на самом деле ничего такого она не делала, вот, потому что нам там каких-то... Ну, не очень подтверждается, как бы, этот факт, вот. Вот, ну, поэтому, мне кажется, можно двояко трактовать вот этот вот ее... Ну, я думаю, что это действительно права, просто это уже такой второстепенный момент. Ну, правда, она сказала неправду. Любая из этих историй, которые мы можем интерпретировать, она могла бы существовать в реальности, и тем интересен бога бы. Кстати, что касается дневников, вот я упомянула уже, да, что есть дневник Анны Франк, который и иллюстрирован, и чуть ли там не экранизирован, хотя нет, по-моему, он не был инкронизирован, но, в общем, у него есть там тьма каких-то комиксов по нему, его все читают, перечитывают, это дневник девочки еврейской, которая жила как раз-таки, была в концлагере, вот ей, по-моему, там, то ли 12 лет, то ли около того, и она пишет в своих каких-то впечатлениях, и заканчивается он, понятно, ну, что, скорее всего, ее смертью. Вот, у нас просто есть аналог Юры Рябинкин, вот, если ты такого знаешь, не знаешь, не читал, в общем, у нас тоже есть своя Анна Франк, да, это дневник мальчика, который жил в блокадном Ленинграде, вот, вообще, дневники блокадников, они существуют, их довольно-таки много, вот, и разных, ну, там, я не буду вдаваться, потому что я точно знаю, выпьем за любовь, вот, я точно знаю про Рябинкина, что он тоже маленький мальчик, и я читала конкретно его дневник, почему-то мне, ну, как и Анна Франк, я не знаю, может быть, это мое личное мнение, конечно, и с учетом того, что это писали все-таки дети, мне они кажутся какими-то немного выдуманными, как будто бы вот это, вот, не знаю, для какого-то престижа, что ли, для какого-то популяризации вот этой вот темы поднимаются какие-то вот типа, как будто бы дневники, опять-таки, это лично мое мнение, я не говорю, что я тут исследователи, точно скажу, может быть, действительно, Анна Франк и Рябинкин прекрасно жили, существовали, писали дневники, и действительно по ним можно узнать там о жизни блокадного Ленинграда, вот, но я почитала, как-то не очень прониклась доверием этому делу, но тем не менее... Не только твое мнение, нужно сказать. Да? Все, окей, выдохнули. А кто еще так думает? Ну, я не назову тебя исследователь, но вообще это довольно распространенная точка зрения, что либо они выдавлены, либо там что-то преувеличено, либо как-то по следам событий это все написано. Вот. Тем не менее, имеем тоже такое, ну, как минимум, мы точно можем сказать, мы имеем такой вот культурологический памятник. Памятник в лице дневника, если я как-то... Вот, я, кстати, очень любила мемуары, дневник Ольги Берггольц. Вот. Еще один дневник. Она что же говорит? Дневные звезды, по-моему. Не помнишь? У нее, по-моему, дневные звезды. Не, не, не читала. Мне, правда, представляется, что он показывает блокаду с какой-то совершенно иной стороны. То есть она действительно очень странная поэтесса. Она по-странному описывает эти события у нее, как будто бы какие-то истерические припадки, не знаю, внутри нее случаются. Причем они случаются даже не из-за того, что там люди умирают из-за того, что есть нечего, а из-за того, что у нее какое-то совершенно нечеловеческое вдохновение, какое-то жестокое вдохновение просыпается вот в этих условиях, когда вокруг гибнут люди. Вот. И мне кажется, что это очень хорошо у нее запечатлено и, в принципе, очень интересно. Как он называется, ты говорила? Дневные звезды. Блин, классно. Прям даже название цепляется. Да, если говорить уже о современной литературе, то вот это же, по-моему, настроение отмечала поэтесса Полина Борского. У Полины Борского есть книга-сообщение Ариэля. Это стихотворение. У нее, в принципе, очень интересная концепция писать стихотворение от имени реально существующих людей. Потому что, мне кажется, она придерживается какое-то мнение близкого то, о чем мы сегодня говорили, что голоса вот всех людей, которые там участвовали, они понемногу начинают исчезать, смываться, умирать, и мы перестаем их слышать. И она вводит этих реальных героев, то есть там вот есть как раз Ольга Бергольц, есть Леонид Пантелеев и другие авторы, которые пишут стихи, но на самом деле от лица Полины Борского. И, конечно же, к ней тоже существует претензия о том, что, ну, насколько бережно она это делает, и насколько вообще корректно и этично брать реально существующих людей и наделять их даром слова, да, на самом деле, твоего слова. Вот, мне кажется, что в этом нет совершенно ничего страшного, потому что именно так и должна развиваться какая-то рефлексия и осмысление реальности, которая была. Вот, мне кажется, что в стихотворении, посвященном Ольге Бергольц, как раз-таки видно вот эту вот истеричность, о которой рассказала я, которая, как мне кажется, прослеживается в Дневных Звездах, вот, почему я считаю, что это, кажется, не мое странное крамольное восприятие. Вообще поэзия военная, вот ты уже начала о ней говорить, то есть на сегодняшний день это довольно-таки актуальная или такая себе история? Потому что, когда начинаешь вбивать, там, не знаю, ну, банально в Google или где-то искать, военной поэзии, ее просто всплывает, ну, просто ворох. Ее огромное количество и пишут все, начиная, там, от реальных ветеранов, которые прошли войну и, как бы, ну, может быть, они, не в обиду будет сказано ветеранам, не суперкрутые поэты, но они, как бы, имеют право на высказывание свое, да, вот, поэтическое, потому что, собственно, это, как бы, их личный опыт, заканчивая, там, какими-то переосмыслениями, не знаю, поздравлениями всякими с 9 маям и прочей чепухой, которые, вообще, там, отношения, как бы, поэзии не имеют, ну, вроде бы, как, там, про 9 мая, про День Победы, про вот это вот все, как бы, вот, ну, если там говорить о школьных учебниках, нам преподавали, допустим, Юлию Друнину, да, которая, там, на фронте писала, еще какие-нибудь, там, кого-то, Василий Теркин написал, да, он тоже поэтический текст. Теркин, да, да. Вот, а, как бы, насколько сегодня актуальна военная поэзия вообще? Поствоенная, а, нет, Твардовский, это же вообще военное время, да, то есть, ну, в целом, ну, вот, с тем, что ты говорила, что многие, там, пишут и так далее, я думаю, кстати, что это правда, что мы имеем чрезвычайно много самопального такого творчества, если его поискать, мы найдем много всего, просто потому что, там, внутри у человека может что-то болеть, и он, там, обладая или не обладая какими-то навыками, там, сотворения произведения какого-то литературного, он все равно пытается это вылить, это тоже по-своему ценно, вот, но, что касается, вот, именно военного и поствоенного времени, я думаю, что мы сейчас имеем действительно неплохую поэзию, просто потому что, ну, история уже что-то, там, успела отделить зерна от плевел и так далее, вот, а так, мне кажется, в современной поэзии дело обстоит примерно так же, как и с прозой, если мы, там, не кидаемся искать какой-то самопал, ну, этого действительно мало, вот, Борского, она такой, один из выдающихся авторов, она еще и исследовательница, в принципе, этой темы, то есть, она не просто так села и начала писать стихи про войну, вот, есть, там, частично что-то у Ленор Горалик, я замечала, и то, вот, сейчас я уже пытаюсь вспомнить, и я не уверена, что она пишет не про войну, как таковую, как бы символическую, хотя, вроде, где-то там немцы часто у нее бывают, вот, может быть, я что-то ошибаюсь, но в любом случае, эта тематика ее тоже волнула. Понятно. Ну, просто я подумала, что, например, опять-таки, если брать какие-то форматы, да, то вот человеку реально, который пережил войну, ему, наверное, стих более, сам, наверное, доступный формат, в котором он может высказать свое какое-то вот наболевшее, там, ну, то есть, роман не каждый сядет писать, да, там, война окончилась, все, пошли там работать, не знаю, еще как-то решать свои проблемы, а стих как-то вот, они могут существовать, хотя, вот, ты сказала фразу про то, что кто-то сказал, что о войне нельзя писать стихи, после того, как ее пережил, это как-то, типа, крамольно, вот, но... Ну, да, это Теодор Адорно, вот, философ, и, ну, фраза, мне кажется, по крайней мере, у него там разошлась по цитатам, по пабликам и тому подобное, что... Но вообще она действительно имеет огромный, там, смысл и какой-то... То есть, этическая дилемма, невероятная, которая никогда не прекратится. То есть, такой же смысл имеет и то высказывание, которое могут себе позволить, там, ветераны, или те, кто войну прошел, или как-то это переосмыслил, ну, как бы, и чтобы их при этом не осуждали, то есть, там, высказаться в стихе, в стихотворной форме какой-то, вот, это может быть, как и терапия в каком-то смысле, поэтому, как бы, ну, наверное, нельзя их как-то осуждать или говорить заранее, что, там, после тяжелого какого-то опыта, да, уже сказать совершенно нечего, и это никакими словами не передать, мне кажется, что нормальная история, если кто-то там... Конечно, да, если мы начинаем, наверное, думать в каком-то практическом смысле, опять же, ну, что вот этот вот аргумент, хотя бы терапевтической функции литературы, может быть, в некотором роде разбит, потому что тебе нужно что-то говорить, тебе нужно как-то говорить, но, с другой стороны, есть, кстати, совершенно еще другой эффект, вот, потому что многие люди, которые пережили, там, лагеря и так далее, они не могут об этом говорить, то есть умолчание полное, и для них это действительно... вспоминать это невероятно, то есть как будто бы вот жизнь осталась позади, вот, а теперь, да, я буду говорить совершенно о другом. Просто это даже говорят семьи, ну, то есть поколение, внуки там часто говорят, что, а моя бабушка, как бы вот она прошла войну, там, или не знаю, прожила в Ленинграде блокадном, но ничего об этом не рассказывала, потому что людям просто физически тяжело, может быть, ну, или психологически как-то возвращаться в то время, и они даже там, близким, родственникам не рассказывают подробности каких-то, вот, практически на протяжении многого времени, такое тоже бывает, да. Вот, ну, если, да, переходить в какой-то свой субъективный опыт, у меня, например, бабушка была совсем маленькая, когда все это произошло, она, кстати, жительница, как раз таки, блокадного города, но через какое-то время их увезли детей, вот, она провела сколько-то месяцев, ну, естественно, она не может восстановить это в воспоминаниях, ну, вот, но все, что она пыталась вспомнить, она рассказывала, но это прям кромешно мало, вот, а уже про бабушку, которой я тоже успела, там, до семи лет с ней быть знакомой, вот, она как-то, в принципе, не очень обо всем этом рассказывала, вот, и это даже не потому, что я была такая маленькая, я не помню, ну, просто она уже тоже, видимо, не очень хотела об всем этом вспоминать, и как-то выкинула это из головы, и все. Что, в принципе, тоже логично, мы тут пришли к выводу, вот, что у нас дальше, там, по списку. А, Пепперштейн, да? Наверное, да. Как обрадовалась-то сразу. Я просто знаю такого чуть-чуть чувачка, может, ну, это вряд ли он, Пепперштейн и Кач, они делают музыку, очень странную, это не они. Я без понятия, просто, может быть, это же посвящено Павлу Пепперштейну, он просто, Пепперштейн художник, на самом деле. Художник, я не знаю, может, такая звучная фамилия, что он всюду, если ты творец, просто бери себе псевдоним Пепперштейн и все, будет замечательно. Есть какие-то телеграм-каналы с Пепперштейном и тому подобное, но это, кстати, псевдоним, он, видимо, тоже понял, что Пепперштейн это очень классная фамилия. Да, да, да. Мне кажется, что, опять же, мы вот сейчас вот говорим о том, что о войне разговаривать сложно в каком-то ином ключе, кроме генеральной линии, но я, наверное, хочу сначала сказать о книге Войновича, которая называется «Жизнь и необычайное приключение солдата Ивана Чонкина», и она же сделана как военный анекдот, грубо говоря. Вот, и почему-то она, между тем, никакого негатива у читателя не вызывала, но мне кажется, это тоже связано с тем, что там, в принципе, рассказана такая сказочная история о том, что вот есть некий Иван-дурачок, да, который у нас ходит, и перед ним там раскрываются разные возможности, он проходит разные испытания и тому подобное. Вот, и вот эта вот сказочность, она превращает вот эту войну в какой-то тоже некий миф и делает возможным говорить о ней на языке смеха, то есть мы как бы вырываем из реально жестокого контекста там некоторую историю и пытаемся рассказать ее смешно, и человек думает, что, а вот, значит, в этом аду тоже можно как-то жить и вообще можно смеяться и веселиться. Вот, тоже такая интересная история, вот, это причем роман из трех частей, вот, и третья часть, по-моему, вышла вообще в нулевые, поэтому почти современная литература. Ну, в принципе, да, все было написано еще в постсоветское время. Вот, но мне кажется, что тоже очень важный момент вот этой вот смеховой какой-то культуры в ключе там военной, как вообще об этом можно говорить вот в таком контексте. И, мне кажется, что вот в этом ключе там смеховой культуры какое-то важное преломление в искусстве задали Павел Петерштейн и Сергей Анукриев, когда выпустили «Мифагену любовь каст», книжка вышла в 99-м, а второй том вышел еще попозже, тоже в нулевые. Вот, и там довольно странная, совершенно какая-то сумасшедшая история о парторге Владимире Дунаеве, который внезапно то ли умирает, но он оказывается под танками, то есть мы понимаем, что выжить вот в этой ситуации совершенно невозможно. А он вроде выживает, а говорит, нет, я не выжил, я мертв, но как бы, несмотря на то, что я мертв, нужно с этой фашистской гадиной продолжать бороться. Ну вот, и тут у него там возникают какие-то там белочки бегают, что-то еще какие-то сказочные существа, и вот все ему там помогают, вот эти волшебные помощники сказок приходят, и между тем эта книжка написана там с матом, с, не знаю, колоизвержением каким-то, ну вот, то есть, если бы там Сорокин Владимир сел за свой ноутбук и начал писать книгу о войне, вот как он, ну, вообще любую книгу, короче, если бы он начал писать, вот, это сделали Пеперштейн и Ануфриев. Вот, я не знаю, вообще стоит ли кому-то рекомендовать анафогенную любовь в каст, потому что чтиво чрезвычайно своеобразное, и более того, огромное, совершенно огромное, вот, ну, видимо, концептуалисты, они такие концептуалисты, вот, интересно, что критика восприняла этот роман, кстати, довольно положительно, вот, не без, не без гадости, конечно, но вот как раз-таки у Дуни Смирнова я находила очень смешную на него рецензию и про затянутость, и про то, что это Владимир Сорокин только неглубокий, вот, если изъять все его там важные смыслы, и получился Владимир Сорокин очень затянутый, и вот вообще грибов парни нажрались, и писали там, писали себе. Ну, просто, опять-таки, контекст, почему нельзя говорить о войне смешной или в каком-то сюрреалистической манере, потому что, ну, например, не знаю, есть же Курт Ванегуд, да, можно его считать современником, наверное, или, войну же пишут, бойню номер пять, да, и это тоже очень достаточно сюрреалистический мир, да. Но книжка-то грустная. Книжка грустная, ну, наверное, о войне трудно писать, ну, не грустно, тем не менее, там много юмора есть, и каких-то забав, и шуток, таких в стиле манегута, но тем не менее, вот, как бы, мне кажется, любой язык подходит для того, чтобы писать, писать о нем, ну, писать о чем-то, как бы, на нем. Просто, что касается войны еще, мне кажется, что как раз-таки, вот, смех какой-то, юмористическое, что-то, что-то такое, сюрреалистическое даже, достаточно, был бы логичен, наверное, потому что, ну, это опять-таки, какая-то, в каком-то, роде терапия, и очень странно, действительно, что у нас мало литературы, которая там высмеивала бы, допустим, того же Гитлера, ну, если не считать, там, Василия Теркина, вот, который тоже там, через юморок, как-то это все подает, но в целом, достаточно все сурово и жестко, вот, в русской литературе, без ноток юмора, хотя, это было бы логичным, потому что, ну, вот, говорят же, там, если ты боишься смерти, там, пошути про нее, да, и она будет не так страшна, ну, как бы, и война, это, в общем-то, смерть и есть, в воплощении ее, поэтому, ну, не знаю, опять-таки, Европа там, с самого начала, не знаю, снимал пародии Чаплина, на Гитлера, за что его там куда-то сослали и, в общем, на него там охотились и до сих пор, как бы, снимают какие-то фильмы, где Гитлер там тот же и немцы, ну, выставляются какими-то идиотами, да, у нас там Сталин какой-нибудь, если его вдруг где-нибудь спародируют, да что мы, закроем, ну, запретим этот фильм срочно, там, все в таком духе, вот, и что-то как-то с юмором у нас как-то не сильно ладят ни авторы, ни цензура. Мне, кстати, кажется, что к нашим выпускам о власти и о таталитаризме нужно прибавить какой-нибудь специальный выпуск об отражении образа Сталина в русской художественной современной литературе. Ну, опять возвращаемся все-таки к теме, про которую мы говорили, вот, Петерштейн и еще какой-то человек, которого я не запомнила, но не стоит всем быть такими, как я, вот, что это такая, какая-то сказочная, я так понимаю, немножко книга, да, ну, то есть, что-то от сказки, наверное, там есть или нет? Чернушная пошлая сказка, скажем так. Ну, да, это было бы отличным рецензером, мне кажется, для этого. Ну, опять, вот те же там волшебные помощники, о которых я рассказываю, когда там белочки, курочки, сейчас я уже просто плохо помню, ну, вот, и в ближайшее время не собиралась перечитывать, вот, но такое. Как бы никакой цензуре она не поддавалась, никто там его не ругал, не шумел. Шумельные критики, да, но вроде каких-то шумных скандалов не было, вот. Пишите в комментарии, если я пропустила. Люблю литературные скандалы, так мало их нашей тусовки. Ну да, просто, если брать, не знаю, какого-нибудь Балагова, да, который вот снял, Взбиянок, ну, хотя там конкретно вроде и нету этой темы, так, чтобы прям открыто, но тем не менее, вот он же сразу, там, его за это осудили, сказали, ты чё, наши скрепы, там, значит, ты пытаешься, я даже не знаю, что можно сделать со скрепами. И вообще, на самом деле, ему же предъявили страшную, мне кажется, претензию, ну, в принципе, для художника, что он сразу стремился, там, на венецианский фестиваль, и только для этого он снял такую тему, и что вообще он сыграл просто на любимых европейских, геевропейских. Загревающий Запад, в общем, требованием его ступил ужас, понятно, но, блин, это всё интересно, на самом деле, как происходит, и что у людей в головах, что они как бы во всём видят какие-то... Ну, захотел, рассказал. Я вот там даже не увидела никакого, как сказать, отсылок. Мне кажется, что нормальная история, в общем-то, после войны нет мужиков, там, женщины как бы друг к другу, жизнь тяжёлая, там, тебе одной тяжело выжить, там, а втроём, в пятером, там, с бабоньками со двора, вы как бы намного больше справитесь с трудностями своих семерых детей, там, вырастите, и как-то, ну, это нормальная такая коммунность. Мне тоже кажется, что это даже, на самом деле не лесбийская тема, а какой-то просто поиск любви вокруг себя, ну, вот просто в той ситуации, когда ты не представляешь, как жить дальше, ну, вот человек, который тебе оказывается самым близким, ты уже, на самом деле, настолько много всего к нему чувствуешь, что не знаешь, как это даже выражать. Ну, ну, там действительно близость такая достаточно, ну, серьёзная была показана. Они повязаны, просто на всех уровнях, и вот это вот, и я чувствует огромное количество вины перед ней, и вообще какой-то, ну, в общем, да, я думаю, что это, что это более глубокая история, чем собрались две лесбиянки в блокадном городе. Ну, да, вот расскажи мне, Путина ты там увидела? Я не знаю, я не могла отвязаться от мысли, что это Путин. Конечно, увидела, похож, но мне не кажется, что это сделано специально, ну, актёр хороший, подошёл. Как там может быть специально, там, типа, ну, хотя он из очень барской семьи, как бы, вот я когда смотрела, думала, даёшь, вот, там блокада, Ленинград, все мрут, как мухи от голода, а у этого там чуть ли не трёхэтажный особняк. Слушай, ну, вот ты сказала, и на самом деле твоя претензия, это очень правильная, потому что невозможно снимать фильм и не заметить, что у тебя вот этот вот герой похож на Путина. Но я до этого не задумывалась, я, конечно, заметила, что он похож на Путина, даже внутренне посмеялась над этим, ну, ладно, на самом деле открыто посмеялась над этим, вполне себе вслух и громко. Я не думала, что это как-то сделано специально, а сейчас думаю, а может быть и правда специально, может быть, чтобы у нас была вот эта вот отсылка. Между прочим, он дружит с сыном этого, господи, Балабанова, вот так вот эти вот, там в фильме снимается сын Балабанова, это два парниша, вот Путин и Балабанов едут типа по городу на крутые тачки и снимают там девчонок, вот, потом Балабанов куда-то слился, а Путин остался, вот. Ну все как в жизни, все как в жизни. Да, это точно. Не знаю, пройдет ли это наша цензура. Что-то у нас, что не выпуск, то Путин, понимаешь, всплывает, а тут кто там, вот. Смешно. Вообще, да, очень интересный вопрос, как тебе вообще строить карьеру актера, когда ты похож на Путина? Я не знаю. Ну можно еще Добби сыграть в Гарри Поттере. Ладно, да, нам уже просто стоит приходить к рекомендациям, потому что мне кажется, что мы попытались действительно обсудить эту тему с какой-то... Давай в принципе к рекомендации, ты к рекомендации. Есть какой-то список литературы у нас, который мы бы хотели именно рекомендовать, потому что это действительно хорошее произведение. Вот такие вот мы. Так, ну что, с Гарарик начнем? А я, наверное, просто буду о рассказах рассказывать вдвоем, потому что они маленькие. А, ну хорошо. Я, наверное, тогда порекомендую. Вообще, я опросник сделала у своих подписчиков, что они читают современного такого, и чтоб про войну, и чтоб хорошо, и чтоб не скучно. Мне несколько прилетело ответов, что почитайте-ка Кирилла Рябова, вот говорят, хороший парень, хорошо пишет. Вот, ну я не скажу, что у меня прям я в глубоком восторге от него пребываю, но тем не менее, он любим действительно какой-то прослойкой современных, довольно молодых писателей, и его, наверное, можно назвать таким буковским немножко, то есть он как бы и про войну, и про женщин, и про секс, и про отрубленные конечности, и вот все вот это вот вместе как-то стильно модно-молодежно, что называется, вот, ну то есть, часто он, конечно, переплывает от одного к другому, непонятно, как бы, непонятен контекст иногда в этом всем, но он действительно затрагивает тему войны, и, как мне показалось, это может быть связано даже не с тем, что, ну вот, в каком-то историческом аспекте его это интересует, его скорее это интересует в каком-то аспекте, что это такой порог для человека, да, когда, ну вот, возможно, всякий трэш, грубо говоря, происходит, все в войне, и, как бы, вот ты можешь это спокойно, там, не знаю, ну, как бы, в такие кризисные моменты для человека много дозволено, то есть, он может там убить, может, там, не знаю, зарезать, оторвать ногу кому-нибудь, там, не знаю, еще что-нибудь сделать, и мне кажется, что, ну, вот, такой формат, как бы, своего героя куда-то вот в это все окунуть для Рябова довольно-таки интересен, вот, когда не касается войны, у него там много какой-то эротики, личных переживаний, переживаний его лирического героя, может быть, ну, у него тоже есть рассказы различные, вот, может быть, кому-то будет... Мне, правда, кажется, что это излюбленный сюжет, типа, шел мужик, наступил кризис среднего возраста, он как-то живет, вот, примерно такой у него сюжет рассказов, когда это не касается военной тематики. Ну, ну, да, поэтому Буковский, наверное, что-то связано, хотя, мне Буковский, вот, показался глубже, но, может быть, Рябов еще довольно-таки не старый Рев, как Буковский, может быть, еще все впереди, надо выпить больше пива и написать больше рассказов, вот, а так называется его сборник рассказов «Жигатель трупов», и там есть несколько... некоторая проза, связанная вот с военной тематикой, может быть, кого-то зацепит. Вот так. На самом деле, да, нужно отдать должное Кириллу Рябову, у него есть пронзительные моменты в этом всем, или, может быть, они пронзительные, потому что мы так, в принципе, очень сложно воспринимаем блокаду. Вот, а я тоже там подобрала два коротких рассказа, вот, как мне кажется, опять же, можно 9 мая проводить действительно как-то памятно и отдавая дань этому празднику, и вот есть хорошие, короткие работы, которые можно вполне себе осилить за вечер или даже меньше. Вот, это, во-первых, рассказ уже, о котором я говорила, Ленор Горалик «Морта мертва», вот, вы его прочтете и, может быть, решите, что я сумасшедшая и что вовсе это не военная лирика, ой, не военная проза. Но мне все-таки кажется, что, несмотря на какую-то греческую, римскую мифологию, которая там появляется, вот, это рассказ, прежде всего, о войне. Там, в маленьком городке, в квартирке живут три мойры, которые вот с этими нитками сидели, и одна из них, из этих мойр, она перерезает нитку, и это как раз-таки «Морта». И ей как-то скучно находиться в этом доме, и нужно сказать, что бомбы в них не падают. Ну, видимо, такой вот ход вещей, что нельзя их убить. Вот. Но эта «Морта», она слушает радио, а по радио постоянно передает вот эти вот военные новости. И одна, один из выпусков в этом радиоэфире, он ее как-то цепляет за душу, и там всех девушек призывают идти вагоновожатыми. И она как-то проникается этой патетикой, и вот, видимо, ей уже надоело нести эту смерть и постоянно перерезать нить. Она хочет, ну, что ли, помочь, что ли, приносить жизнь. Она выбегает из вот этой квартиры, а дальше ее убивают. Вот. Но чтобы ход вещей продолжался, нужно найти новую Мойру, грубо говоря, несмотря на то, что им становится мужчинам. Вот. И мне кажется, что этот рассказ, он, несмотря вот на всю вот эту вот странную фантастическую аллегорию, он на самом деле в войне, потому что там есть и какие-то социальные моменты о том, как человек попал на войну, и потом там едет убивать врача, который там его отправил. Вот. И вот какие-то вот такие вот тонкости Ленар Горалик всегда хорошо подмечает и создает какие-то гротескные произведения. Но между тем, вот, то рефлексии, которые, возможно, нам не хватает. А другой рассказ Германа Судалаева, который называется «Блокада». Вот. Я очень радовалась, когда нашла наконец этот рассказ, потому что он совершенно прекрасный. там рассказывается, я, к сожалению, сейчас дам главный спойлер, хотя, мне кажется, он и так с первых строк понятен, но если все-таки боитесь, можно сейчас перелистнуть меня или остановиться и прочитать рассказ Германа Судалаева, потому что это очень большой рассказ. В общем, там живет некая девочка, которая оказывается вот в блокадном городе. Вот. И постепенно там то, как она на все реагирует, мы, вернее, даже достаточно быстро, мы начинаем понимать, что да не девочка это никакая, это на самом деле женщина уже старая, которая просто в свое время пережила блокаду и не оправилась от этой травмы, и поэтому сейчас она везде видит, что фашисты, ну вот, там, по-моему, именно термин фашизм используется, вот, они оккупировали город, вот, и вот все эти наши иностранные надписи, кофе-хаус и так далее, и так далее, она их видит и просто понимает, что это потому, что немцы в городе, они все захватили, и вот так вот сложно живется. Вот, в общем, очень хороший рассказ, вот, надеюсь, даже я не про спойлер, мне кажется, что даже если это знать, а это достаточно быстро понимаешь, вот, он не теряет какой-то своей глубины и какой-то своей лиричности. Вот, ну и, да, может быть, из большого еще я рекомендую Софью Синицкого, которую я очень полюбила, просто за ее какую-то невероятную ритмику и динамику сюжетов. Вот, у нее есть замечательная книга, вышла тоже совершенно недавно, которая называется «Система полковника Смолова и майора Перова». Там семья как раз-таки переживает блокаду, вот, и переживает она ее, скажу, замысловато не один раз, вот, потому что там тоже есть жизнь и жизнь после смерти, и какие-то реальные события, которые могли бы происходить с человеком, и какие-то метафорические события, которые происходят у него внутри, и какие-то даже, может быть, действия, в которые нам хотелось бы верить, что после смерти они происходят. Вот, мне кажется, что вообще София Синицкая, несмотря на то, что у нее часто в книгах кто-то умирает, у нее постоянно, по-моему, кто-то умирает, ну вот, она очень оптимистичный автор, потому что вот все зло, которое изначально на героев нападало, которое вокруг них концентрировалось, оно к концу книги как-то подугасает, и даже не то, что его кто-то побеждает, потому что вот с другой стороны вот этот вот герой, который, ну, может быть, не добро, но который хотя бы как-то похож на нас, потому что они живые люди, со своими там какими-то переживаниями и слабостями, вот, они тоже пацифисты, они не нападают на это зло, они просто пытаются его пережить, и даже вот этот вот мирный их, их какое-то мирное взаимодействие, оно приводит к тому, что зло все равно угасает, вот, и мне кажется, что может быть это какой-то момент, которого не хватает вот этой вот современной патетики о войне, что может быть достаточно действительно не кричать о том, что мы можем повторить, а просто мирно там, не знаю, вспоминать какие-то вещи и стараться там жить после... не выяснять, кто лучше, кто хуже, а просто выяснять, что война в принципе не самая... принять, что это какая-то, да, наша общая травма, и может быть это будет какой-то более здоровый подход. Ну вот, тогда мы всех ветеранов, наверное, поздравим в конце с Днем Победы, в общем-то, и всех, кто там празднует, пожелаем долгих лет и не выходить на улицу и не смотреть салют, хотя его там будут показывать, вот, лучше его посмотреть в интернете, ну и, конечно, книжки читать, писателям книжки писать и стараться как-то... Рикфель... Господи, все, уже язык заплетается. Рефлексировать на эту тему под разным углом, наверное, это и дает такое общее и более глобальное и серьезное понимание, именно, если смотреть на проблемы без каких-то, господи, как-то запретов, может быть, без каких-то стереотипов о войне и более под широким углом, что ли. Да, я тоже присоединяюсь к поздравлениям, в принципе, наверное, всех, кому этот праздник как-то дорог, вот, потому что все-таки вот эта вот трагедия, мне кажется, она переходит в семье из поколения в поколение, и вот если это где-то уже зацепилось, если оно где-то было, оно остается по-прежнему, поэтому это, наверное, действительно важный праздник для всех нас, вот, но между тем отсутствие парада не мешает им оставаться таким же важным. Да, вот. На такой ночи будем прощаться тогда. Всем пока, до новых выпусков, ставьте лайки, подписывайтесь, и вот это вот все. Да, всем пока.